Вот знаете, я думал, что сегодняшний день станет для нас определенного рода испытанием, потому что долгих дней по типу сегодняшнего на бумаге у нас не было довольно давно. Аж три Best of 3 серии игрались, но первые две закончились довольно скоропостижно. В третий все-таки счет был размочен командой Spirit, они нам подарили первую выигранную собой карту за этот игровой день, и, возможно, сейчас подарят вторую. На повестке дня у нас осталась последняя игра, уже абсолютно точно, все будет решаться здесь и сейчас, все это судьба, как минимум, этих двух команд, отчасти лишь. Вот, и мы будем эту игру сейчас смотреть, драфт скоро появится, я, честно, уже даже и не знаю, что тут обсудить-то можно. Ваня, на самом деле знаю, есть вариант. Вот у Spirit вспомнили, Серега, то, о чем ты весь день говоришь, что они неплохо играют, когда им даешь активного пацана на центральную линию. Есть ли у них сейчас опция начать драфт с чего-то подобного? Просто взять какого-нибудь Ember Spirit на первый пик? Сейчас узнаем, они могут просто поверить. Нет, так нельзя пики открывать ни в коем случае. Нужно присмотреться. У тебя универсальный персонаж должен быть. Oracle First Pick всегда работает? Не всегда. Ну, вот о том и речь. Он сработал в прошлой игре. Забы сработали? Что бы ни говорили те, кто не любит Oracle на ФП, он божественен. Я здесь, я здесь. Очень приятно. Дима меня берет. Да, да, Дима всех нас берет. Да, то есть, ну, главное создать ситуацию, чтобы у тебя был парень, мужчина, идущий вперед и приковывающий к себе внимание. Потому что если у тебя будет ситуация, при которой Oracle будет терпилой, а у него в команде еще четыре терпилы, они ворвутся и уничтожат его. А если будет терпила и мужчина, то это идеальная комбинация. Больше всего я обожаю своевременные же организмы, которые, Дмитрий, вы привносите нам сюда в аналитику, это прекрасно. Соответственно, это сработало. Spirit и они регулярно показывали, что если у них что-то сработало, они готовы это пушить до победного, там, постоянно, беря то, что они брали до этого. Поэтому я не удивлюсь, если Oracle ворвется на First Pick еще раз, или если HR его забанят. А будут банить? Не исключено. Это прекрасные герои. Ну, а, окей, контраргументы Сереги, которые он приводил сегодня. Что на этот счет можете сказать, Дмитрий? Какие контраргументы? Ну, ты говорил, что герой не всегда зайдет. Вот, Дима, тебя привел контраргументы. А я тебе сказал, что нужен мужчина, который, то есть, если ты возьмешь Oracle и терпилу с Oracle на одну линию, то это будет конец, сразу минус линия, придет какой-нибудь там, не знаю, тимбер, и все. У тебя уже один гоняет двоих, Oracle нужно ухать с линии, а Ганг говорит, он средний, в центр он не выйдет, сложный он придет. А что он там в трипле сложно сделает, еще будет мешать получать эксперимент, соответственно, нужно продумать свой пик так, чтобы ты пришел, допустим, на легкую линию с Oracle, а там не было тимбера. Например, вот так. Окей, а что насчет HellRaisers? Они впервые за долгое время, по сути, наверное, за весь второй сезон при матч-лиге проиграли драфт? Не знаю, они антимага взяли. То есть, я не знаю, что еще сказать. Это же был ласт пик, да, после Вайда уже взятый, по-моему, причем. Ну, да. Решение было, судя по всему. Ну, мне первый герой, который мне понравился, это вот даже не антимаг, это пангольер, который на четвертую у них заехал. Мне кажется, можно получше было парня найти, потому что, ну, такое себе. Пангольер, это вот как раз к Фаннику отсылка вот его персонажей. У него есть классные специфические персонажи, и пангольер как раз один из них, редкий такой парень, который сейчас заезжает. Ну, нужен ли он был здесь вообще, этот герой? Какова его роль? Хорошо, я приду, ну, глубже к обну, он начинает катиться, Войт прыгает. Эмбер Спирит прыгает. Эмбер Спирит прыгает, а Пак улетает. И получается, что остается Дум, который говорит, въезжай меня полностью, входи. И Оркл, который стоит сзади. По итогу, такой лайнап, что нормально он катался, по-моему, только где-то у себя под Т3, когда вот он, там был момент, когда они убили четырех, он туда-сюда, туда-сюда. Это был единственный такой крутой момент для пангольера. Все. Таких узких проходов ты найдешь супермало на карте, где можно вот именно так нормально раскататься, и где будет там Эмбер Спирит стоять в пермастане от пангольера. Ну, я там под помощников, да. Поэтому, не знаю, ты видишь этого Эмбер Спирита, тебе уже хочется какого-то другого героя брать. Это явно не пангольер. Хочется, чтобы против тебя были герои, которые ходят на ножки, у которых там минимальное количество эскейпов, форстафов и так далее. И ты вот катаешься по ним, и тебе по кайфу. Кто мог быть достойной альтернативой по этому пангольеру? Любой герой, который может ловить всю эту прыгатню? Вспомнить просто баны какие-то. Сейчас листочек открою, давай посмотрим, кто у нас здесь есть. Можем попробовать, да. Я могу сказать, не глядя, Слардар. Идеальный герой. Слардар не в бане разве был? Ну, сейчас проверим. Я просто называю этих героев Слардар, и любые Слардару подобные герои, которые прыгают вперед и станут. Слардар всегда очень круто. Тот же самый... Ну, забыли про этого персонажа, но мне он нравится. И сейчас при вот таких, на самом деле, пассивных персонажах, как тот же самый Оракл, который на линии стоит, люди забыли про такого персонажа, как Акс. Он очень круто смотрится. Он ловит таких ребят, как, соответственно, Эмберспирит. Он ловит таких ребят, как Воид и так далее. Они Блэйдмейл сами убивают. И на линии стоят очень круто. И ты вот Аксом мог бы неплохо как раз таки. Но, опять же, ты играешь мету, ты пытаешься играть, отталкиваться от героев своего оффлейнера, от его пула и так далее. Ну, Акс вот один из, пожалуйста, редких, опять же, персонажей. Но как герой он очень круто заходил. А мета нынче узкая? Насколько много героев действует? Да не узкая. Наоборот, мета широкая. Наоборот, да? То есть, ну, вот появление Акса, это не стало бы большой неожиданностью для вас? Просто еще нужно иметь в виду, что мы говорим о нашем регионе. А вот сейчас, если еще взять европейский регион, китайский, южноамериканский, северноамериканский. Там все по-другому совсем должно быть. И вот эти пять регионов начнут меситься друг против друга. Ты обнаружишь, что мета просто огромная. Ну, вместо мета, как это сказать? Крупномасштабная. Крупномасштабная, да. То есть, героев сейчас берется много. И то, что в каком-то регионе есть определенная любовь к определенному типу героев, это нормально. Но даже в нашем регионе мы видим много чего интересного выходит. А чем мета нашего региона характеризуется? Ну, вот если они без привязки к конкретным героям, что это за персонажи? На что делается в целом упор в регионе у нас сейчас? Мы очень много говорим о том, что СНГ у нас сейчас самый слабый регион, судим по результатам. А Дота какая у нас сейчас? Меты везде одинаковые. У тебя просто у каждой команды есть пул персонажей, которых тренируют, и от которого отталкиваются игроки, которые играют в этой команде. У тебя есть пул из 20, из 10 персонажей для каждого игрока на своей роли. И вот ты от этого отталкиваешься. Есть еще у тебя 50 героев, которые в тир 2, которых ты можешь взять, и они, в принципе, разыгрываются. Там очень много из мета персонажей. И вот там осталось у тебя еще героев 20, которые не в мете, они суперпопулярные, которые суперспецифические, и они прям редко заходят, про них забыли. Патч сменится, там 10 из них выйдут, и попадут во второй пул. И вот так вот у тебя команды как бы и живут. И у тебя везде так живут. И самое главное, что от капитана зависит, побоится ли он взять персонажа для своего игрока, верит ли он в свой игрока, что он может отыграть. И вообще не нужно наигрывать эти постоянные связки, потому что ты абсолютно практически, мне кажется, уже все связки, которые в доте есть, ты их уже наиграл. Этого акса, да и его вспомнить вот так вот. Пожалуйста, просто возьми и играй. Он тебя прыгнет, колл он стянет, под блейдмейл убьет Вайда, а Войт сам себя убьет. Просто как бы степень твоей трусливости пикнуть этого персонажа. Пока ты вот этот монолог свой вел, Сереж, мне в ухо прилетела информация, что в доте, оказывается, почему мы, собственно, драфтов и ждали, только что патч новый вышел. 724b, добро пожаловать. Собственно, ну пока драфтов ждем, вы понимаете, клиент игры обновляется, я не знаю, у меня нет идеи лучше, чем пройтись по изменениям, наверное, по основным. Давайте тенежлок посмотрим, я думаю, он у меня суперкрупный. Сразу к важному, бабка. Давай, хорошо, сейчас до бабки добегу, я вот вижу энчантрас, например. У нее монокост импетусов подняли, он был на четырех уровнях разный, на всех уровнях подняли до 65. То есть сейчас на первом уровне скилла стоил 40 маны, сейчас 65 маны. Ну, насколько сильно этот конкретный момент на героя повлияет, как считаете? Ну, повлияет, это очень много, на самом деле, жирает, потому что, как он-то приходил на линию, у тебя энчантрас-то появляется, как не старый добрый энчантрас, да, там на шестом уровне, у тебя энчантрас появляется, во-первых, лоулов, а энчантрас пул, ну, как бы, герой-интовик, пул хорошей маны, но ты кинешь 3-4 энчантраса, у тебя мана закончится. И ты должен брать, там, не статы какие-то, ты должен брать огромное количество манго, clarity potion, чтобы просто заспамливать. И вот эти вот лишние энчантраса, которые ты не кинешь, которые будет, сколько там, 25 маны разница на каждом энчантрасе, существенно вполне. Это огромно, огромно, на самом деле. 4 энпетуса, это 100 маны. Да, ну и на четвертом уровне, соответственно, 15 маны прибавка с одного энпетуса, ну, в любом случае, неприятно. В определенный момент этой маны энчантраса, по-моему, не доставать начинает. Ну да ладно, дальше пойдем. Из самых метовых, наверное, героев, на них смотрю, бэтрайдер, у него всего одно изменение, снизили длительность действия флеймбрейка, ну, вот бутылки, которые он кидает. Наверное, не очень серьезные изменения, там по парочке секунд срезали на каждом уровне примерно. Вот, что дальше? Пак Ваннингрифт, дальность применения с 350 до 275 порезали. Ну, прыжок на сайллс. Ну да, да, да. Вот, много это? Ну, пак в целом делал ставку на то, чтобы прыгать именно далеко? На самом деле это очень жесткое усиление пака было, и то, что ему срезают. Ну, 350 это такое существенное ренж. Вполне. Ты прыгаешь, то, что 75 ренжа срезали. Мне кажется, в талантах ему где-то можно добавить эти вот... как раз-таки нивелировать потерю вот этого ренжа. Потому что, ну, 75 это нормально. Окей. Димон, ты вот бабку просил, смотри, озвучиваю. Значит, печенька, что с ней произошло? Длительность стана снизили на втором, третьем и четвертом уровне, на там десятые доли секунды. И ультимейт порезали урон. На первом уровне ультимейт наносил 200, сейчас 160. На втором уровне 300, сейчас 240. На третьем 400, сейчас 320. Ну, по 60. Солидно. Ультимейт солидно понерфили, это давно нужно было сделать. В принципе, эта бабка носила нереальный урон, то есть сравниваешь ультимейт бабки, который бьет с огромного ренжа, при этом может попасть больше, чем по одной цели, потом там еще лужа остается, она носит урон. И сравниваешь этот ультимейт с каким-то, например, ультимейтом Линой. Ты понимаешь, что Лина выдает фиксированный урон, пусть даже и там кулдаун поменьше, а бабка может выдать урон просто в толпу, причем этот урон будет больше и в сингл-таргет, если она закидывает определенное количество шаров по одной цели. При этом она как бы и по толпе нанесет больше урона. Следовательно, этот ультимейт нужно было нерфить, потому что дальше как бы там еще на 25-м левеле есть талант, который дает тебе больше шариков выпустить, там он, по-моему, плюс 8. И ты сразу такой берешь, внимание, было 400, 400 умножаем на 8, получает 2400 урона, плюс бабка может нести это только с таланта. Это OP ультимейт, давным-давно пора нерфить. Эти исправления, Сереж, они повлияют как-то на популярность персонажа нынешнего? Ну, я думаю, они особо сильно повлияют, но просто дэмэджа меньше стало. Герой, ты знаешь, как лич, да, у леча тоже сильный ультимейт. Если он полностью разлетится, все свои отскоки сыграют, ну, это супер много. Если по двум целям влетает и полностью скачет, то убиваешь двух героев где-то там в мидгейме. Без разницы какие-то артефакты, ты просто не удерживаешь дэмэдж от чайника. И то же самое здесь вот. Просто, ну, нужно чуть резануть было, потому что, в леча все-таки та же спилы, а тут ты постоянно засыпаешь, и реально, если где-то задиземлено пять героев, там, не дай бог, какой-нибудь там, не знаю, РП сработает, и словит там три-четыре персонажа, бабка разорвет. И нужно все-таки это дэмэдж уменьшать, потому что не может герой с пятой позиции наносить столько ДПС ультимейта. Но это не должно такого быть. Ну, и из существенных изменений в отношении метовых героев, мне кажется, последнее вот с Лордара коснулось. Я как раз готовил информацию по этому герою для завтрашнего пришел. Я не хочу забегать вперед, но мы там немного поигрались с форматами, хотели немного креатива привнести. С Лордара до сегодняшнего момента в патчах трогали вообще по минимуму. То есть вот в какой-то момент времени череда патчей началась, микропатчей, больших патчей в том числе. Единственное, что у этого героя менялось, это, по-моему, ему как-то немножко баш нерфили. Сейчас ему поменяли аж целых три скилла. В первую очередь баш, порезали урон на каждом уровне, ну, там, от 10 до 25 урона срезали с первого по четвертый уровень, соответственно. Дальше. Спринт теперь стоит 25 маны и Коррозив Хейз, то бишь ультимейт сейчас... А, длительность действия его снижена на 2 секунды на каждом уровне. В целом не звучит как что-то критичное, мне кажется, да? Ну, по мелочам везде. Хотя как был вот раньше Слордар, он был сильным персонажем, да, он просто как бы непопулярным. Потом его супер мощно подняли. Вот сейчас он на среднем уровне остался. И ты его... Ну, как бы у тебя он не будет заходить, может быть, постоянно теперь. Он сейчас вот, да, прям не суперпопулярный стал. От него начали отказываться. Там много команд в приоритет других оффлейнерах. Но все равно герой как бы у тебя остался. Ну, две эти секунды, ничего страшного. Ты как бы начинаешь фокусить. Ты Коррозив Хейз не для Вижена бросаешь. Ты его бросаешь, чтобы ментально стереть персонажа. Вот ты напрыгнул Коррозив Хейз, герой умер через три секунды. И то, что там какие-то две лишние секунды, ну, это... Вот как по мне, это не сильно влияет. По поводу Баша, может быть, да. Это, может быть, затронет там топовые коллективы, которые любят там вот этого Слордара брать на четверку-пятерку, который там бегает и гоняет какого-то милишника. И, может быть, этого демеджа... Эта демеджа какой-то сильно повлияет на вот этот зонинг персонажа. То, что спринт стоит 25 маны, это тоже как бы не особо много. 25 маны на всех ловелах стоит? Да, на всех. Нет, вообще это фигня. Ну, у тебя всегда манга под рукой, и ты всегда мангу можешь выпить и спринт нажать. Это вообще никак ли не... Но, с другой стороны... Бараджи Хейз нет, спринт нет, Баш, может быть. Ну, герои вообще, я считаю, не пофиксили. Слушай, но, с другой стороны, ты же спринт на Слордаре достаточно часто, причем регулярно юзаешь. И вот минус 25 маны на героя, у которого, по-моему, маны в целом изначально, не то чтобы очень много, это, ну, неприятно, скажем так. Ну, найдешь ты 70 голды на манга, чтобы завязать спринт. Но его всегда теперь таскать придется, получается, да? Ну, всегда манга должна быть у тебя. Окей. Ну, по героям, по большому счету, все. Что тут еще из изменений? Тут пять артефактов поменяли, немножко подрезали брейсер, чуть-чуть поменяли дезолятор, теперь армор редакшн уменьшили, но увеличили урон, который дает этот артефакт. Диффузл блейд. Сжигание маны за атаку с 50 до 40 понизили. Майлшторм. А, вот это, кстати, интересно. Майлшторм и Мьёльнир. Одно и то же изменение для обоих артефактов. Дальность перескока молнии с 900 до 650 сократили. Разница небольшая. Да? Да. А мне казалось, далеко достаточно. Ну, то есть это треть рейнджи. То есть раньше они скакали чуть, ну, реально далеко, сейчас в полтора раза меньше, по большому счету. Как-то повлияет на артефакт вообще, нет? Не особо. Его все так же будут собирать. Да? Дай мы что-то главное не порезали. Вот и все. Ну, да. Окей, какой... То есть ты дерешься, вот представь, ну, это, наверное, изменение может коснуться, только если у тебя какой-то снайпер издалека стреляет. Тогда вот, может быть, молния отлетит в него. Но обычно, когда ты играешь против снайпера, ты заходишь в него, и тебе уже по барабану, куда там отлетит эта молния. Тебе главное, чтобы твоя главная цель умерла. А если, ну, мы берем дефолтный замес, где уже все находятся в среднем 600 рейджи, эта молния скачет туда-сюда, и она в любом случае по большинству целей проскачет. Окей, какой вердикт по поводу патча, можете сказать? Ну, вот если брать во внимание только те моменты, которые я озвучил, остальные чуть менее существенны. Ну, слабенько, я думал, будет что-то пограндиознее. Ну, это ж бэшка все-таки, это не... Но все равно слабенько, я думал. Я думал, свой спиритом что-то сделают. Свой спиритом ему, да, ему мувспит на 5 понизили. А, ну да. Ты знаешь, это как дерево такое есть, бонсай. Ты вот подрезаешь и смотришь красоту. И где поправить? И вот каждый патчик, микропатчик вот так вот, ты подрезал такой, смотрел. Давай-ка с этой стороны подрежу. Ну, да, очень неплохо. По чуть-чуть нельзя. Глобальные изменения мы видели уже, да? Когда глобальные изменения вводят, все вот так вот, у них челюсть отвисает, как у маски фильмов. Дерево отрастает, ты берешь огромные запоры просто наеб. Глаза вот такие, ты не понимаешь, как с этим вообще работать. Так надо вот, по чуть-чуть. Срезал чуть-чуть, посмотришь. И они там, ну, смотришь по популярности, опять же, от того самого дота-бафа, и как эти герои берутся. Ты от статистики отталкиваешься. Будет этот герой популярен, куда он упадет по популярности, насколько часто он пекаемым. Они смотрят, у них стата есть по поводу чемпионатов и так далее. Хорошо, я немножко подведу черту, что резать МС герою, который входит в свою воронку и как бы телепортируется, потом, который еще прыгает за счет своего ульта туда-сюда, резать вот ему МС, по-моему, вообще бессмысленно. Ему можно понерфить силу, там, не знаю, количество инты, то что угодно. Добавить ману. Да, монокосты чуть подороже сделать. То конкретно вот этому герою нерфить МС это куру на смех. Он просто летает по карте. Меня, кстати, чат поправляет, режиссер в ухо подсказывает. Большое спасибо, друзья, что прояснили этот момент. Не длительность действия коррозии в Хейзе порезали, а армор на 2 на каждом уровне. А это уже прилично. Это уже другое. Было 10, стало 8. Было 15, стало 13. Было 20, стало 8. Все равно не сильно. Я думал, там с каждым разом стереться поменьше. Это с выбором много. Если брать между 18 и 20, это два армора разницы. Блевать вообще. Там уже не ощущается. У тебя все равно жесткий дэмэдж. Ты минус 18 армора вешаешь. Минус 20, минус 18. Это как бы... Тебе будет нормально по голове стучать. Но тебе будет бить там не плюс 1000, а плюс 800. Ну, да. Несильно что-то изменится, мне кажется, из-за этого. Что скажете? Вот патч, по сути, сейчас вышел. Клиенты обновлялись, собственно, драфтов мы по-прежнему ожидаем. И, судя по всему, команды сейчас уже на этом новом патче и будут играть. У них что-то изменится в их жизни. Не сегодня, не сейчас. Может быть чуть позднее. Сегодня ничего не изменится. Сегодня-то понятно. Они не успеют уже придумать особо ничего. У тебя даже, когда глобальный патч выходит, глобальный патч, где вот это вот все меняется, у тебя команды все равно продолжают играть на том, на чем они играли в старом патче. У тебя все равно вот эти наработки, стратегии все идут. Да, какие-то там супербалансные персонажи, которых прям, вау, как подняли, они у тебя входят, но все наработки из старых патчей идут. И потом уже со временем тебя вот это вот перекати поле, оно оказывает суть. А как считаете вообще, вот мы сейчас по основным изменениям прошлись, по сути патч затронул только тех героев, которых мы видим достаточно часто. А тех, которых не видим практически вообще, их не попытались поднять и, возможно, привнести в ту доту, за которой мы наблюдаем. Должны ли эти балансные патчи попытаться привносить вот этих героев в драфты? Или скорее просто ослаблять самых сильных? По-хорошему, у тебя 10 самых непопулярных героев дота бафа, 10 самых популярных героев дота бафа должны изменениям подвергаться. Вот видишь 10 самых популярных? Чуть их резани. Чисто, чтобы все усреднить, получается. Да, все должно быть усредненно. У тебя все равно из этого усредненно вылезет что-то имбалансное. У тебя где-то люди постоянно ищут и находят. Они постоянно какие-то там суперфишки придумывают и так далее. У тебя все равно каких-то 10 новых популярных героев из этого усредненного пула вылезет. Поэтому нужно вот так вот делать. И супернеполарных героев нужно подтягивать. Очень. А это очень важно. Потому что... Забери 5 МСового спирита и отдай его герою снизу. Добавьте, пожалуйста, МС-200 кристалл-мейден. На первом уровне. Ну, понятно. Ладно, друзья, собственно, патч. Вы все понимаете. Мне предлагают уйти на небольшую паузу, потому что непонятно еще, сколько дота будет обновляться у игроков. Собственно, давайте так и сделаем. Пока на паузу уходим, пользуясь случаем, напомню вам уже в последний раз, теперь уж точно за сегодняшний день, что вот этот коврик очень скоро найдет обладателя своего. И этим обладателем можешь стать именно ты. На самом деле я уже устал. Но я не помню, сколько раз я сегодня предлагал вам поучаствовать, но было очень много раз, хотя этот коврик этого определенно достоин. Придумывайте свою идею бюджетного косплея, загружайте ее в ВКонтакте с хэштегами RUHAP и Parimatch. А наши коллеги на пост-шоу когда-нибудь посмотрят все ваши работы и выберут ту, которая им понравится больше всего. Ее автор увезет к себе этот коврик. Все. А, и нет, не все. На сайт магазинов Rockstore, если зайдете и введете там промокод Parimatch, то получите 10% скидку на весь ассортимент, друзья. Вот теперь уже точно все. Ждем пока дота обновится и смотрим драфты последней карты. Sellout. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил субтитры сделал DimaTorzok 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 говорят, что спириты не полетают. Прям пришло время для той самой хорошей стратегии, где ребята будут давить прочностью, статами, хп. То есть, если называть героев, которые в этой доте хороши, это всякие думы, шадуфинды, какие-то плотные суппорты, которые имеют очень много хп, или, допустим, бабка, носящий урон сзади. И вот это все просто вваливается за место, и они дерутся, проверяя, кто же из них прочнее. Естественно, в этой доте побеждает Слардер почти всегда, потому что у него коррозия в Хейс, у него слишком крутой модификатор для своих коров, который просто начинает по ним разрывать. Следовательно, у тебя теперь это уже такая дилемма. Что делать-то? У тебя есть дум. Видишь Слардер, берешь Лича. Что делать? Это очень крутая комбинация. У тебя будет, возможно, еще армор в начале соответственно от Огрмага. У тебя будет еще и Фрошшилд. И ты с этим можешь очень круто идти и давить. Слардер почти все время потратили. Десять секунд. Да, кстати. Это дополнительное время. Тем более. Вполне возможно, игрок подвис. Или мы подвисли. Ну, кстати, да. Похоже на то. Это сейчас рандом будет? А нет, смотри, не в этом дело. Оперейшн уже не особо заходит из-за того, что имеется Дизраптор. Следовательно, место для пятерки оно как бы занято. Хотя, с другой стороны, Дизраптор всегда может и на четверочку пойти, если вдруг появятся новые герои, в которых хорошо напряжет Оперейшн. Естественно, на месте Спирит лучше не рисковать. То есть лучше просто на всякий случай его забанить, потому что уже Чен и Дум, а там кто-то еще может неожиданно вылезти, кто хорошо заходит под такой мини-пуш от Спиритов. И сегодня уже такое было. Да, сегодня Оперейшн уже зажигал. При этом ничего в этом патче не изменилось, он все так же хорош. В фазе, где нет блокинг-баров. Мне кажется, и Сэфа должны разыграть в этой игре. И туда, и туда хороший Сэф. Тут под Коррозию Хейс, тут, в принципе, под Думой и Чена ты идешь. Неприятно. Почему так много времени Спириты потратили и Дизрапторы испугались? Не ожидали? Ну, вполне возможно. Это просто ты пикаешь хорошего суппорта, который пугает. Ты не забираешь Эмбер Спирита, а Эмбер Спирита ты банишь потом в следующей стадии. Ну, у них уже нужно было продумать план, потому что Штормы, ОД, вот эта вот вся история с Энтовиками, она уже не работает, ты не можешь летать. При этом, если ты попытаешься видеть какого-то Сларка или там героя, который будет маневрировать и который уязвим контролю, то Слардер и Дизраптор, они прям душат. Серег, упоминал уже, да? Элдер Титан, да. Ты очень крутой. Ну вот, у меня тут есть герои, которые иногда заходят. Иногда заходят, и они хорошо смотрятся. И тычковаться ты уже не хочешь. У тебя мало того, что висит коррозив хейс, еще подходит дядя, режет тебе броню. И, ну, обычно против такого спасает только Омни Найт или какой-то воид, который просто не позволит противника убить. Герой, который может начать драку первой. Хорошая контратака. Да, вот представим, что Лишрак, вот, допустим, если там раскачается Элдер Титан, Слардар, они купят Блокингбары, и они просто нажмут на Блокингбары и будут раз, и там похороны сразу. Там Лишрак вырывается в замес, он просто ничего не может сделать, его там какой-то эссет затыкивают с руки, и это конец. Поэтому Спирит им нужно продавить максимально быстро. Вот им Спирит идут в улын. Минут прям за 20, да, какой-то улын. То есть вот Лишрак бьет, Дум дает ауру потенциально, Чен тоже дает ауру, у него зоопарк. И это желательно еще укрепить, чтобы они прям за один-два замеса смели. Лишрак в последнее время вообще не работает. Я бы сейчас, а, Ластилера забанили. Ну вообще, когда видишь Дизраптора, уже как-то стесняешься брать подобного персонажа. Тяжело ему. То есть разве что с включенными диаболиками Бульсновый въезжает в замес сразу. Ну, у Тим Спирит этот Волк должен появиться. Да, им нужно прям лететь. Лайкан. И тут даже, знаешь, есть такой момент, что у них как бы с контролем проблемы, им трудновато начинать замес, но в принципе, если они пойдут улынить и они собираются бить базу, то в этом случае можно попробовать и без контроля обойтись, просто выигрываешь тем, что ты наломываешься на базу и замес происходит в любом случае. Вот сейчас пик Эмбер Спирита. Можно, опять же, сказать, что есть Doom, но тут помимо Эмбер Спирита, ты смотришь на этих персонажей, и если на Эмбер Спирит накинут Doom, он тебе просто отбежит в щите и так далее. Ну, его трудно здесь ловить, пока у тебя нету никаких дизейблов, которые его еще на месте остановят, и ты его добьешь. Он просто в щите у тебя отбежит и впитает огромное количество Doom, и потом вернется в игру. Очень надеюсь, что это экзортовый инвокер с форжами и Алакрити. Прямо, чтобы он прибил базу. Только такой инвокер сейчас работает, по вашему мнению, да? И последним пиком я бы взял какого-то медведя, которому вешают Алакрити, чтобы он моментально сносил базу. Вот это как-то плюс-минус смотрится. Да. Ничего так. Лешрака делать здесь кором не хочется, потому что, ну, может быть, на троечку, может быть, на четверочку, в общем, куда угодно, но как кор он здесь не вытаскивает. Если, не дай бог, будет кор Лешрак и кор инвокер, то просто берешь СФа, собираешь ему БКБ, чуть ли не первым слотом, и получается так, что героя не вытащат по урону. А сам СФ дает там кайлы, дает ультимейты, в общем, слишком много хорошего может один персонаж. Поэтому Лешрака прячь. Все равно за Эмбер Спиритом он не угонится. Он там пока будет замахиваться станом, Эмбер Спирит успеет куда угодно улететь. И берем что-то на Ол-Ин. Ол-Ин. Жадательно с физой. Потому что одними диаболиками, на одних диаболиках мы далеко не уйдем. Войд какой-нибудь. Подниму тут и урон, мне кажется, есть кому влить. Ну, я за ландруида. Ну, Войд это тоже. Это вот как раз и в той серии, как нельзя играть с Эмбер Спиритом. У тебя будет и Войд, и инвокер. Да. Я просто Ол-Ин, Медведь, и подалакрит тебе и базу. Это первое, что приходит в голову. Все еще звучит, да. Либо Медведь, либо Лекан. Да, Лекан тоже очень хороший. С Некрами прям заезжает. Не, можно, конечно, и в Лейд пойти, как бы попробовать. Такое. Что-то такое. Ну, из этой серии должно заехать. Что у тебя, типа, ломает ворону. У тебя все нацелено на то, что ты будешь идти пытаться это ломать, сносить и так далее. Свен вот как раз из той же серии мог бы, в принципе, поломать базу. Ломает он быстро. Он герой с пола. Нет ульты, ты не дерешься. Есть ульта, ты дерешься, ты ломаешь. Без ульты ты не можешь. Еще он герой БКБ. Нет БКБ, ты, в принципе, не дерешься. Там четыре героя. Здорово, Свен. Абадон. Справа нет героев, которые бьют с руки вообще. Ну, знаешь, если такой, как бы, зоопарк есть, есть пассивка Абадона. Плюс, если они смогут навязать ранний замес, где прям они будут больно вот наваливать, когда у противников не будет блокинг-баров, то вот это все нормально пробивает. То есть мы что имеем? Мы имеем ауры Чена, Асид Спрей, здорово. В общем, мы имеем ауры Дума. Ну, Асид Спрей очень хороший против пуша, кстати, если что. В общем, ауры Дума, ауры Чена, какой-нибудь Лишерак с Диаболиками, Минвокер там каких-нибудь форжей вешает Алакрити. И Абадон идет вперед, он тоже какие-нибудь ауры собирает. И все это, весь этот зоопарк просто идет и ломает Ашеров. Если Ашеров не снести за 30 минут, Анатросы будут равны, здесь Рафлан поминки. У Аспиритов нету дэмэджа по ТВ-рам при живых героях команды Холорайзерс. Тебе нужно убить максимальное количество, чуть ли там не 4-5 персонажей, чтобы начать нормально сносить таверы. Если ты это не делаешь, тебя просто откидывает, и ты не бьешь тавер вообще. У тебя никакие там Алакрити, никакие Диаболики, тебя просто к таверу не подпустят. Да, то есть... Тебе кинут 2-3 скилла, и ты уйдешь там сразу пол хп. То есть Медведь хорош тем, что ты можешь подойти, даже если все кинут в Медведи, спилы потратит, и Медведь нормально будет бить базу под Алакрити. Это такой улын. Ну, Гибкий нам уже показывал сегодня, что в принципе это работает, когда у тебя пик нацелен на то, чтобы выиграть за 20 минут. А вот Абадон, он как-то... Ну, разве что снимать коррозию в Хейст Лардера в мидгейме, так, чтобы как-то выстоять против минус брони. Но мне все равно пик слева нравится больше. Очень неутешительный вин-кондишн получается у ребят, которые пикали справа, друзья. Коэффициенты от наших партнеров при матче посмотрим. 1-6 Хеллрейзерс, 2-25 на Спире. Не такой большой разрыв, каким я лично ожидал его увидеть, но кому какое дело, что там я ожидал. Слово нашим комментаторам, друзья. Последняя карта этого игрового дня второго сезона при матч-лиге. Маловато было интриги в этой серии, друзья. Счет 1-1, и Valve нам добавили немножечко изюминки к этой третьей решающей карте, добавив патч, выпустив его небольшой, с обновлениями, с фиксами, тем не менее, так или иначе, влияющих на достаточно популярных героев и популярные шмотки, которые используются у нас чуть ли не в каждой карте. Поэтому тем интереснее будет посмотреть третью решающую карту, посмотрим, кто завоюет себе дополнительный 1 балл прямо сейчас. Последняя карта между двумя этими коллективами. Ну, в общем, аналитики все сказали. Мне тоже пик Hellraiser становится чуть побольше. Ты как думаешь? Мне тоже нравится он побольше. И мне кажется, что на патч сейчас игроки в меньшей степени внимания обращали, потому что он только вышел, вот прямо сразу в бой, спустя там 15 минут. Это, конечно, не дело. Слардар, которого слегка пофиксили, как мы видим, уже есть, по-прежнему. Но у Spirit я не совсем понимаю, на что они здесь собираются рассчитывать. На какую-то быструю доту, судя по всему. Но из того, что мы видим, это и Чен пушащий, и Лешак пушащий, и Абадон помогающий, и, например, Инвокер с какими-то форжами. То есть все это может сработать, но у Hellraiser's просто масса скиллов, которыми они могут обороняться. И если вдруг получится потерпеть где-то, и если вдруг Alchemic и Ember Spirit свое получат, то все у Hellraiser's здесь должно быть хорошо. Ну, сложно, сложно не согласиться с твоими словами сейчас. Действительно, много условий, для которых, по которым спириты должны... Точнее, много условий, которые должны выполнить ребята из Спирит, чтобы победить в этой карте. Это правда. Ну, Иргон, его Инвокер, это, в общем-то, сигнатурка, это его один из любимых персонажей. В первое время, когда мы только Иргона увидели на про-сцене, там, на мейджорах, на выступлении, он играл на этом персонаже. Не всегда удачно, правда, Инвокер от него зачастую был. Мершин на доме мы видели, Миша на Чене, все понятно. Видим также Никса на Ember Spirit, который, кстати, пошел в легкую. Но это из-за ласт пика команды Hellraiser's, да, это, собственно, из-за появления Алхимика. Ну, Ксанин Алхимика в центре будет стоять против Инвокера. Как известно, Инвокер, какую бы раскачку здесь не применил, скорее всего, Алхимику помешать вообще не сможет, да, добивать крипов, кидать Exit Spray, фармить Инвокер немножко не того плана персонаж. Судя по всему, это будет класс-вексский Инвокер. Впоследствии, да, вот есть момент, при котором Инвокер покупает себе урну в Шарос, если это класс-векс Инвокер. Начинает бегать с торнадо ЕМПС Cold Snap с урной, а впоследствии с Веслом. Вот такой билд, пока Алхимик будет недокачан, он может привести к успеху, в общем-то, Инвокер, и Инвокер может здорово снова болить. Но пока конкретно про линию, если мы говорим, то Алхимика должен быть полный порядок, здесь вообще никаких проблем с получением крипов, с доступом к этим крипам, да, и вот уже Алхимик нам это демонстрирует. Три Даная на первой пачке, два Ласхита уже, то есть все прекрасно, все великолепно. Значит, конечно же, оставшиеся крайние линии для Hellraiser, это как минимум выстоять там, не проиграв много. Ну, идеально было бы, конечно, на линию на равных отстоять, а может быть даже и выиграть ее. Тем самым не будет такой ситуации, при которой Алхимик один фармит, а остальные вообще без денег, что зачастую, собственно, является правдой. Роджер по иммершину работает сейчас, как же плотно он ему выдает с руки, и, боже мой, о боже мой, вот так вот пришел Титан на пятерке, и дума на четверке развалил, прям между тир-1 и тир-2, вышка снизу. Это было сильно. Хороший первый килл зарабатывают Hellraiser, и на остальных линиях мы тоже видим, что у них все хорошо с крипстатами, Миша страдает, Фанник до конца сложно, а вот Мипошке не сложно, он фраг заработал, а может быть еще и второго героя забрать, ЛТВ, битый, пару ударов. Дальше не пошел. Не нанес Фанник последнюю тычку, Мипошка, может быть, и дотянулся бы, а вот Фанник не полез так далеко, а вот так, а вот сейчас бы еще один удар. Захилить, захилить, успеть прийти ДТП и захилить. Миша. Да, есть Хилинг Селл. Живый все-таки. Дандерстрайк перетерпел ЛТВ, ну, более-менее, конечно, но массу Регена уже потратили, причем по фрагу уже на крайних линиях ребята из спирт тоже отдали. Успевает Ксани перед носом у Иргона еще и руну Волшебства зацепить, Иргон пытался ее сданать, эта руна у него не получилась, но Химик 14 на 4, достаточно страшный крипстарт на старте имеет. Кстати говоря, прошу прощения сразу, но я пропустил, как там первые баунти-руны были распределены. По две ли досталось, если можно нам показывать эту информацию, довольно важно, под Алхимика, да, какое количество баунти-рун будет там забрано. По две. Ну, тут классический расклад, по которому обе команды по две баунти-руны забирают. Хорошо. Но здесь спирт желательно не отдавать большее количество, теперь каждые пять минут, потому что если Алхимик регулярно будет с командой забирать три против одной, то разрыв постоянно будет увеличиваться. А Шерам надо как раз вот и подгадывать такие моменты к пятой, к десятой минуте, чтобы максимально соперник отдалить от спауна баунти-рун, забирать самим. Алхимик только за это скажет спасибо и отблагодарит команду выигранной картой, конечно. В идеальных раскладах. Ну, хорошо, тысячу крепкую получают преимущество HellRaisers на четвертой минуте, пока это ни о чем, конечно, не говорит. Ну, только в качестве информации того, что у них получается хорошо фармить, хорошо крипстат, первые фраги были сделаны, все в порядке. Ну, от спиритов мы ожидаем, конечно же, агрессии. Конечно. Ну, агрессия наступит когда? Ну, как мне кажется, это все-таки с момента перемещения инвокера, первых его гангов, через торнад геймпэкл снэп, будет там урна, не будет урна, это вопрос другой уже. В общем, как только инвокер начнет активно действовать по карте, как только у лешака появятся там диаболики в четыре вкачаные, чтобы пушить вирушки, тогда, конечно, можно уже пытаться навязывать свою игру, свою доту, и не отпускать алхимика, продавливать ее, в том числе, вместе с его командой. Но это еще, понятно, не сейчас произойдет. Роджер. Титан развлекает, конечно, здесь двух милишников, атака у него просто сумасшедшая, и как же им больно, обоим нон-грата. Надо бежать. А там ведь снова дух будет. Нет, не пойду до конца. Не стал использовать. Вот двух героев прогнал в соул, на Титане, конечно. Многие начинают забывать про этого героя, но в умелых руках он делает слишком много спейса, да еще и потом по игре он тоже не пропадает. На защите Титана максимально хорош, кидаешь своего Астрал Спирита, ты там даешь стан, всю пачку крипов, там всех героев остановил. Можно синициировать драку, построить драку, значит, это в ультимейт у него прекрасный, поэтому Титан сам по себе герой очень благородный, на нем приятно играть тут. Пятая минута, совсем скоро, друзья. Обновленный коэффициент 1.18 на матч-винер от нашего партнера пари-матч, 4.5 на команду Спирит. Но это, видимо, суммарно драфт на этих коэффициентах. Похоже на безысходность какую-то, но здесь, очевидно, Спирит играет в какую-то вабанг стратегию, когда пойдут вперед и задавят, но для этого нужен хороший старт. 4 баунти. Слева мы видим, что старта хорошего нет, плюс 4 баунти, и 1000 превращается в 3, и погибает очередной герой, 3-0 счет становится, у оффлейнера все великолепно, ну вот табличка очень красноречива. И теперь еще одного можно попробовать игрока Спирит забрать, ЛТВ застрянет под вышечкой, великолепно все делают, дабла, конечно, здесь посильнее получается. У Ашеров снизу, как мы видим, тоже все хорошо, а в миде идеально все волхимико. Пришел Эмершн гонять дома, в лесу, но приходит Роджер, объясняет Эмершн, что тот конкретно неправ, по пунктам объясняя, в чем именно. Что ты здесь делаешь вообще, друг? Да, что ты тут вообще забыл? Еще тычка, ну буквально одна, может полторы какие-то тычки от Роджера. На, под полторы, как раз ему дал вторую и два, три. Хорошо, хорошо, убедил Роджер, три, под три. Никс пошел соло убивать Нонграду, что такое команда Спирит? Где дота, где персонажи, почему они все умирают, почему ничего не получается, почему такой старт завоевывают ребята из Холл Рейзера. Такое ощущение, что Холл Рейзер после прошлой карты начинает просто жестко мстить сопернику за ту отданную карту. Роджер. Так, гоняет его, Иргон, колдснэп, это может быть первое убийство «Был установлен Дизраптором», четверкой команды Холл Рейзер и таким образом спасает пятерку. Никаких врагов, говорят Холл Рейзер, ничего не отдадим. Ну, пока под ноль. Выглядит это так, будто Холл Рейзер, во-первых, разозлились после поражения на предыдущей карте, где сыграли очень невнятно, во-вторых, просто подустали, вот эта пауза, может быть, где-то выбила из колеи, может быть, Спирит напротив, от нее больше пострадали, ну, а Шеры какими-то сверхзаряженными выходят на решающую, понимают, что они же могут, мы говорили уже об этом, что они могут вот этой победой чуть ли не обеспечить себе топ-4. Нужно будет выиграть сейчас и где-нибудь там еще заработать да буквально пару поинтов, даже через поражение 1-2, и им хватит. Да, тут в последнее время приходится очень много извиняться, друзья. Прошу прощения, Роджер, что назвал тебя пятеркой с таким нетворсом, как у Керри соперника. Извини, пожалуйста, я был неправ. Какая ты пятерка? Полноценный, как минимум, Корр. Правда, сейчас его убили, первый убийство как раз сделали ребята из Перед, 3к за командой Hellraiser. Так, Миша там без здоровья пошел обходить, ну, атака-то пошла на его Керри, как раз на ЛТВ, прямо сейчас кинетиком зажимает, ЛТВ нужно дать грамотный стан, но получает первым баш, под себя стан не попадает по Фаннику, Фанник идет в разнос, мипошка, киллинг спри, и Миша теперь без здоровья тоже может попасть в Корозив Хейс. Не, 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 точно не ослабленный, наоборот, мотивированный, да, вот так вот, идущий в бой, убивающий, уничтожающий, непрощающий, как угодно. Фанник, правда, получает сейчас колдснеп, первое перемещение от Иргон, наконец-таки ганки от Энбокера, первые заряды на урне, и убивают успех, убивают еще одного персонажа для своей команды. И надо будет постоянно искать в дальнейшем Алхимика, мешать ему, насколько вообще это возможно, но такой пик у Ашеров, что они способны драться без него, они способны дать ему там 5, 7, 10 минут даже, если потребуется, и в таком случае он свое наберет точно. Эмбер Спирит выйдет точно не слабым с этого лайна, у него все хорошо, он первый после Алхимика, а круче не бывает. Иргон далеко заходит, но он не ждет здесь Никса, Никс рядышком, и Роджер тоже. Прячется Иргон, Вижен, 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 где же он? Нет, Вижена. Вот сейчас в центре поставили, но Иргон стоит спокойненько и подходят его уже тиммейты, но нужно разворачиваться, нужно бежать их здесь. Мало того, что меньше, так позиция не самая лучшая, а ЛТВ все-таки цепанули. Цепанули Глимпсом, Кэрри погибает, у Кэрри, конечно, игра началась ужасно. 2,5 тысячи всего лишь суммарный Нетворс. Уже придумать сложно. Так, 10 секунд до появления Лишака, он сейчас наверняка перестанет бегать и просто вернется на свою линию. Ну а Оксани, как мы видим, запирается в лесу, тут есть какие-то немногочисленные стаки, уже 2 с лишним тысячи, Радианс такими темпами появится минуты через 3-4. Никс уже сверху. А вот Лишак как раз на нижнюю лайн ушел, где побезопаснее, где нет Никса. Фаник в лесу. Наград в фарме тоже лес, мой уровень пока. Так, ну 4К, 4К отставания имеется, при этом Алхимик топа над Ворс, и вот что самое важное, что за Алхимиком четко идет Эмберспирит, это прям прежде всего, то есть Алхимик не единственный такой на фарме, там еще и Слардер тоже неподалеку. Суппорты богатые. Все на фарме, абсолютно. Суппорты богаче, остальные позиции богаче относительно аналогичны. Сколько баунти забрали? Сколько, простите, баунти забрали они сейчас? 5-4. Не-не-не, не 4. 3, по-моему, да? Ксани Роджер, кто-то еще из Ашеров тоже забирал. Так, падает Дум в очередной раз. Иммершн погибает у нас. Мипошка доминейтинг, 10-2-6К перевеса. Но спириты должны давить сейчас, должны исправлять ситуацию. Иргон, вот от него очень многое зависит на инвокере. Надо продолжать заряжать урну, фармить себе на Весл, купить Весл поскорее. Надают снизу вышку. Да, ЛТВ подтягивает своими диаболиками. Начинается хотя бы с нос товаров. Какая-то активность стороны команды Спирит. Да, вот-вот Весл на подходе. 500 голды не хватает. Иргону находит Ксани. Вот сейчас его убить было бы совсем неплохо. Там кого-то бимсом или кажется. Или мне показалось? Наверное, мне показалось. Прошу прощения, если так. Ксани уходит под вышку. Да, загонкать его здесь не получилось. Держит дистанцию. Хватает ему денег уже, кстати говоря, на Сакртрелик. 3.800 у него ровно прямо сейчас есть. Это после брейсеров и фейсбутс. Никс еще и вышку сейчас у нас сверху уничтожает. Никто ему не мешает, причем делать это в соло. Но, да, Спирит и тут пушить. Встречают Глиф на центральном коридоре. Там катапульта. Глиф ответный. Фанник встречает ЛТВ, получает колдснеп. ЕМП сверху больно. Надо Фанника сейвить. Стант ЛТВ не попадает по Фаннику. Фанник. Фанник. Отойти. Краш. Бежать. Пульс снова работает. Фанника никто в итоге не защитил. ЛТВ сжигает своего соперника. Вышка таки все равно падает. Там еще и щит был про запас от Абадона, если что. И вышка. Но вот это неплохо. Сейчас Никсу желательно не погибать. Как он тут положил? Подарок не подарил. Хороший такой Спирит. Идут и тут Спирит. Ты не понимаешь, нужно идти просто вперед. Но глубоко сейчас их будет принимать. Команда Хелл Рейзер здесь в количестве четырех персонажей. Зажимает ЛТВ в Статик Шторм. Это, конечно, легкий минус. Но и будет леглимс от Мипошки. Вернуть бы. Да, возвращает. Возвращает, конечно, Дума. Еще одно убийство будет осуществлено. Если Нонграта не спасет, Нонграта спасает Апотик Шилд. И все. Дальше уже не лезут ребята из Ашары. Одним фрагом ограничиваются. Но этот фраг непростой. Этот фраг на керри вражеском. Поэтому это хорошее убийство. За Мипошкой Нонграта выехал. Начинается какая-то суматоха, конечно, такие немножечко рваные и неуверенные движения от команды Spirit. Вот во что бы то ни стало игру перевернуть. Зажимаются в вражеском лесу и пытаются сжать соперника. Но понятно, что Хелл Рейзер здесь тут грамотно. Сейчас просто распределяют своих героев по карте. Стараюсь просто его фармить по максимуму. Фаник Центр, правда, может подставиться. Получает все-таки коллснеп. Уйти от коллснепа сейчас под пульсом ЛТВ. Ходит под спринтом. Да ладно. ЛТВ не попадает своим станом. Фаник просто избегает своей смерти. По итогу столько героев команды Spirit было задействовано и фрага они не добились. Никс фармить. Можно посмотреть вообще разницу в опыте? Потому что я смотрю, как Spirit собираются вместе и постоянно находятся практически в пятером. Из-за этого должны отставать. Ну да, есть отставание. Может быть оно не совсем такое огромное, но на лвел отставание с другой стороны смотришь и видишь, что разница все-таки, да, существенная. Между кэрри четыре лвела. Оффлейнер по итогу получил экспы больше, чем все корпозиции, кроме инвокера. Далее рассказ. Есть глимс от Мепошки. Контроль от Аргона не позволяет ему дальше производить какие-то убийства. Ух ты. Ну, быстрее, чем средний результат от Оксани на Алхимике. Куплен Радианс. С Радианс ясное дело фарм. Скорость фарма у него увеличится. Будет дальше делать себе бакимбар. Снизу, так как, кстати, кто-то подставляется. Подставляется у нас иммершн. Получает коррозив кейс. Фанник продолжает его избивать. Иммершн. Было бы забавно, если бы за патч считали вот то, что вышло полчаса назад. Ну, кстати, да. Тогда абсолютные рекорды бы устанавливались у нас. Легкий минус на доме. Нонград ходил помогать. Не успел. Неплохо пытался Иргона, кажется, глимсовать. Но Иргон спрятался в невидимость. Не был там. Нонград он наглеет. Я понимаю, что он, конечно, об аддон, и у него щиты, и все вот это вот. Но один в четыре как-то опасно. Абсолютно заслуженно его наказывают. А вот здесь проказ не самый удачный. Однако возвращают. Беру свои слова назад. Минус три уже. ЛТВ на хосте он, конечно, должен быть. Ман не остается. По одному по одному. Сейчас доиграется, кстати говоря, появится еще один глимс. Там кулдаун, понятное дело, все еще действует. Ну, в общем, по одному по одному помирали спириты. Отдали иммершн, отдали потом героя третьей позиции, Абаддона, инвокера отдали. И так вот очередные деньги были подарены Алхимику, в том числе и его команде. Что мне нравится в исполнении Алхимика, так это то, что он сразу решил купить себе БКБ. Я надеюсь, он не изменит свое решение, потому что зачастую бывают такие игры, где Алхимики жадничают, понимают свое превосходство, начинают собирать что угодно, только не БКБ, откладывают, откладывают, чтобы вроде как подольше у нас было 10 секунд, а по факту ничего не получается, его наказывают за это. Здесь герои справа против БКБ не делают ничего. Никс, заберешь баунтируну. Рисковал, но забрал. В итоге три баунтируна достанется команде Хеллрейзерс, но Торнадо, Никс, дальше на Ремнанте, на Хайграунд. А он догнать не может, так просто. Там нет, конечно, блинков никаких, Оргона Торнадо на кулдауне, и в итоге Хеллрейзерс еще в живых останутся. А если далековато будут заходить Спирит, то можно еще их и принять в целом, почему бы и нет. Очень странный, конечно, геймплей от Спирит. Ситуация была плохой с самого начала, как мы видели, и сейчас они ее усугубляют своими забегами, которые не получаются результативными. Ну хорошо, дум повесили, а дальше? Убьют, окей, если нет, то все плохо. Хемпы никуда, кулдснэп повесили, Ксани готовили подраться, нам Грата используют ультимейт, чтобы сбросить себя Unstable Concall Shop. Ксани подраться не убьют, минус дом. А Фаник, Фаник, прогори 3, Фаник, нет, Фаник уворачивается. Курьера хотя бы хоть что-нибудь забрать Спирит получится или нет? Ксани идет просто в разнос, уже Мишу находится в спины, Миша использует хилл, его недостаточно, чтобы выжить эту атаку и пережить ее. ЛТВ возвращает, тут же подстан от Фаника, рискует Фаник, возможно, разменяется в ЛТВ, это будет все равно неплохой размен, хотя ЛТВ пока жив, Ксани заканчивается ультимейт, кстати говоря, может быть, трека не самая удачная для Холлдрайзера, славит стан. Ксани погибает, это убийство для команды Спирит. Да ладно, выжил. Вот сейчас рискнули, риск был оправдан. Изначально, казалось, все было плохо, потому что, думал, ультимейт потратил, Эмбера не убили, Чен ультимейт потратил, сам погиб, и этот хил никого вообще не спасал, кроме Чена изначально. Но Нонград остался, пытается Эргон что-то придумать, заходит сбоку, Роджер без маны, Никс. Никс. Безопасности пока, пока дизейбл не получил. Знаешь, что Нонград, а, ультимейт уже открутился, нет, как опасно, Никс. Слейт офис долго работали, ЛТВ не смог приметиться хорошо. Пару тысяч отыграли Спирит за последние пару минут, было 11. Но они действуют пятером, они надеются, что HellRaisers будут раз за разом принимать драки, в которых Спириты, но в целом, под афотик шилдами драться могут, мы это видим, да, поэтому, возможно, Ашером все-таки не стоит принимать эти бои, но не сейчас, купить там те самые БКБ на Алхимике, Даймбер Спирит. Вот они просто ведутся, простым языком выражаться, они ведутся на эти драки, Спирит продолжает бегать в пятером. Это их единственный вариант победить, бегать пятером и ждать, что соперник поведется. Если вдруг Ашер решат вот так, как раз отправить Алхимика на другую линию, кого-то поставить в центр, чтобы просто нюками откидывался и наниз кого-нибудь, и в этот момент эти пара героев просто вынесут вещи, а Спирит, ну даже если они сломают Т2, это ничего не изменит абсолютно. Чтобы реально какую-то угрозу они сейчас представляли, нужно заходить на ХГ, ломать Т3. До этого момента все в руках в HellRaisers. Да, ситуация полностью под контролем, но сейчас грамотно действовали, отправили Алхимика, правда там курьеры какие-то перехватываются, Алхимик должен был уже насобирать себе на Блокинг Бару, не хватало денег, мы это видели. Вот поэтому в драку он уже может вступить смело и идти на передовой, будь одновременно и фронтлейнером, и дэмэдж-тилером, и кем только угодно, выполнять абсолютно все функции сразу. Он уже готов, но понятно, что можно еще пофармить, там, Эбис, Салблейд, хоть купить, Манта, Стайл, никогда не было лишним артефактом для этого персонажа. Никто не торопит команду HellRaisers. Никто не торопит, все хорошо. Фанников в Чужом Лесу. Опасно. Оп, Курьера. Коррозия в Хейс еще. Уничтожил, нормально. Никс купил Кристаллис. Дальше будет делать Блокинг Бар. Ну да, вот, наверное, в Блокинг Барах-то вся и победа заключается командой HellRaisers. Да, на Алхимики, на Эмбер Спирит, и на Слардере купили по БКБшке, три БКБ, и смело встречаем любую атаку от команды Спирит. Инвокер уже не играет, там, Чен не играет, Лешак не играет, потому что у них все магия. А там, фактически, никто и не играет тут после покупки БКБ для HellRaisers. Ну, допустим, Дум повесят все-таки на Эмбера. Это то, что нужно делать. Именно он больше всех мешает. На Алхимика, если он уже выльтанет, Дум вешать нет смысла. Сейчас нападают на Дизраптора. Будет хороший фраг, если удастся его совершить. Ну, короче, как получается. Мипошка. Нет, прячется, пытается улететь, да ладно? Да, ну нет, нет. Красавчик какой. Как он разыграл! И там ведь туман войны. Он за деревом спрятался. Его просто сразу не видели. Прикольно. Ну, когда ты, ну, извините, играешь. Даже так не получается убить пятерку. Да, на Дизрапторе тебя вешают Весел, колдснайп. По-моему, спасения просто не существует. Но Мипошка нашел данную ситуацию. Даже здесь в таких мелочах спирт там не везет. Казалось бы, легкое убийство, но нет. Тем более, там был последний заряд на Веселе, если я не ошибаюсь. Покажите инвокера, пожалуйста. Это был последний, да, это был последний заряд на Веселе. Теперь надо убивать людей. Какой ужас. Просто ужас. 13к. Там еще поймали, убили Лешака. На нижней линии ребята из Ашера. 12к преимущество остается. 20-ая минута контролем баунти. На этот раз всего лишь двумя. Будут довольствоваться Хелл Рейзерс. Две должны будут забрать спириты. Да, Фаник максимально на команду будет играть. Судя по всему, просто сделает пайп после худа. Идти на передовую. Ну да, пара БКБ от его тиммейтов плюс пайп сверху. В целом, хорошо от магии защищены будут. 21-ая минута. Спириты решаются все-таки на нападение на тир-2 по центру. Есть катапульта. Не хватает Лешака, чтобы пришел с Диаболиком и все-таки помог снести. Потому что пуш так достаточно серьезно останавливается тем же самым Титаном. За счет Астрал Спирита. Крайняя линия распушивается. Команда Хелл Рейзерс готова, в принципе, пожертвовать тир-2 в случае, если там удастся разменяться тир-2 с нижней линией. Эмбер Спирит играет с Лешаком. Может быть, даже и Соло убьет Никс. Сейчас это очень интересный момент. ЛТВ сражается. Есть хил от Чена, но хил не позволяет добить Никса. Уходим. Нет, Никс попадает. Ладно, ЛТВ делает соло-убийство. Переиграл сам себя в итоге. Никс мог спокойно уходить. В итоге отдает стрик. Это 800 голды, практически ладно, 739, если быть точным. Для команды Спирит, в частности, для Лешака. Икспа. Это из-за чего опыта. Да, и как-то, конечно, Леникс нафиг. Дело еще подставляется, мы видим, Дизраптор успеет раскистоваться, колдснеп под себя. И пошли, погибает. Ну, а Шеры прям дают шанс. Дают. А у Спирит геймплей 5 по миду. Просто 5 по миду в последние 10 минут. Ну, были исключения, разве что-то ЛТВ сейчас он сверху убил в соло. До этого в соло погибал снизу. Ну, ты знаешь, вот если так ошибаться, Hellraiser сбудут, то все еще может быть. И Тараска уже обзавелся, алхимик. Ну, пора бы что-то уже о уроне подумать, да. Так, чтобы убивать все-таки соперника, не просто быть жирным и неубиваемым, а чтобы убивать самому. Ну, вот Тарасу планирует сделать. Он укрепляет команду, он понимает, что Спирит, в свою очередь, получает крайне мало денег. И его урона будет хватать тому вот за глаза. Там 200+, плюс при этом минус армор в большом количестве есть и будет еще. Таким образом, урона точно хватит. Плюс Эмбер там играет через физику. Ну, зафиксировать соперника будет тяжеловат. Хотя для этого есть и там, да, есть мипошка с барьерами, своими. Как-то помогать Ксани. Да там много как-то героев для фиксации. Потому что так-то, если Ксани будет просто в соло убить, от него просто будут убегать, на самом деле. Вот тот пик слева догонит кого угодно, мне кажется. Слардар на своих спидах, плюс Эмбер, плюс Глимс. Снесли вышку. Спириды готовы были на отходе соперника ловить. Там грамотный отход Хелл Рейзерс, никто не подставляется. Заубличный, естественно, на творосу Алхимика. Это и неудивительно. Хотя, ну вот, чаще всего, конечно, в последних матчах, что я наблюдал, какая-то предметная игра против Алхимика, она присутствует. А к этому попозже вернемся, пока обновленные коэффициенты на эту карту. И, соответственно, матч в целом. 1-0-2 на Хелл Рейзерс, 11 на Тим Спирид. Все, по игре пока действительно камбэчить довольно трудно. Вот, может быть, Никса поймает, сейчас иммершн прыжок. Да, дум повесили. Весел есть, колд снэп, без шанса для Никса. Погибает. Торнадо. Так вот, в последних матчах, что я видел против Алхимика, играли достаточно предметно. Я имею в виду, то есть его фокусили, ему не давали забирать какой-то бешеный на форс по карте. Он там еле-еле камбэкал, не всегда это получалось тоже. Здесь прям фри-фарм. Я даже не знаю, как это назвать. Да, от Холлорайзера теряют героев и теряют экономику. Что-то идет не так. Не знаю, от Холлорайзера, как этого Алхимика проявить. Но, по-моему, просто надо вступить в битву. Уже пора, возможно. Алхимик-то сейчас многое может рассказать. Кстати, Шторм, Лишака. Вот рассказывают. А ЛТВ, Абадон далеко, спасти не может. А вот сейчас получается спасти его Инвокера. БКБ включает Алхимик, но никого не бьет. Вот я об этом говорил. БКБ нажал, бежали. Причем без ультимейта был. Но как-то вот Холлорайзер тоже нервно играют. Очень нервно играют. Но Спирит должны чувствовать тоже соперник, пока они не видят свою победу. Не понимают, как эту победу, как этой победы добиться. Теряют героев. Не могут драку нормально организовать. Потеряли 10 секундное БКБ. Эмбер Спирит купил себе БКБ. Ну хорошо, две БКБшки-то уже имеются. Вот бывают такие матчи, когда команды за наглость вознаграждаются. За агрессию, за напор вот этот. Когда соперник вроде ведет и гораздо более классную позицию сейчас в рамках матча имеет, он все равно не знает, как воспользоваться этим. Ахимик остался без маны. Торнадо ЕМП он получил. Никс готов драться. До сих пор. Фанник лоу хп, но титан хороший станд дает со стралу спирита. Иргон проседает байбэк от Дума, лишили жизни инвокера. Проседает также еще и Абадон. Абадона тоже убили. И, ну вот, наконец-то более-менее осмысленная драка от команды Хеллрайзер. Сразу выход на Арашана. Ну, все равно как-то, знаешь, с натяжкой, да? Где-то мало хп у Фанника. Бегает к Сане, никого убить не может. Коцает спину. Ну, то есть, не так прям четко все... Но они, конечно, цель выбирают. Есть лишь рак, которого хочется быстро зафокусить, потому что пока он рядом бегает, он вас жжет и тонну дэмэджа вносит. А вы выбираете Думу, у которого нет ульта, и он-то все-таки не настолько опасен сейчас. Забрали. Забрали-таки Аегис. Эмбер спирит он достается. Ну, Алхимик, попробуй убей еще, да, тут без Аегиса. Проблем хватает команды спирит для убийства этого персонажа. Ну, я все-таки рассчитываю, что Алхимик самостоятельным будет парнем и купит себе все-таки что-то на, да, вот, на фиксацию. Как раз намекал на башу, на Эбисол Блейд, следующим артефактом он появится. Ну, будет просто в разы проще. Раздуваешься, БКБ нажал, никто тебя в этой карте уже не останавливает и начинаешь молотить своими ручками, раздавая башу налево-направо. Когда появится Эбисол, можно будет и допрыгнуть как-то, да, моментально до соперника, до нужной цели, там ее фокусить. В общем, комфортная игра, прям максимально для Алхимик вырисовываться. Но надо еще дофармить артефакты. А после Эбисола можно начать раздавать аганимы. Здесь есть очевидный претендент номер один на этот предмет. Эмберспирит? Нет. На самом деле, тут всем круто сойдет, но в первую очередь, конечно, Дисраптор, дальше Эмберспирит с Лордар. Они точно не откажутся. БКБшка и прям вообще с аганимом хорошо себя чувствует. Ну да, тут Саня раздавать. Но он точно последним получит. Если вот будут получать, то точно последним. Я уже извинился перед Рожжем, твоя очередь. Последним получит. Сейчас первый, да, сразу? Да, да. Минус Миша тем временем, но Грата прожимает свой ультимейт, получает станы. Тоже его не выпустят, конечно, тоже уничтожат. Сразу же идет крипскиппинг в исполнении инвокера. Понимает Эргон, чем пахнет. Пахнет заходом на хайграунд. Сможет ли он этому противостоять? С какими-то крипами заходят катапульты, заходят ребята из Hellraiser, но катапульту спириту уничтожить будет трудно, конечно. Есть глиф. Ник слетает на базу, придет на свой ревнон. Ксаня разбирается с Тир-3. Дальше Ксаня разбирается с Бараком. Но как бы ни крипскиппл, Эргон там катапульта стоит. Катапульта стоит, Эргон, и ничего не поделать. Она будет стоять здесь очень хорошо. Шансов ее сломать нет ни у кого быстро. Сразу же перемещаются под эту катапульту и на нижнюю линию. Катапульту главное сохранить, под крипов не отдавать. Он занимается фаником, он все прекрасно понимает. Ксаня нажимает с ультимейт, репейр кит. Ну, чуть-чуть. Восемь. Здовато. Ксаня. Поворачивается на мп. Нет, не увернулся. Он потерял ману. Много маны потерял. У него фулл хп, у него есть БКБ. Он почему ультимейта пошел рубить. Кстати, Никс, Никс, Никс живет до сих пор. Майдис. И Титан отличный разлом. Просто лопается дум, но Грата вынужден прожимать свой ультимейт. Отметим, друзья, что катапульту Спирита так и не уничтожили. Давно бы включилась защита. Но защита не включается, потому что катапульта стоит и бьет барак. Но не до этого Спирита, они об этом даже не думают. Забирается в итоге нижняя линия. Фаник дает краш. Снова разлом. И снова станы от Титана, от Роджера. Сзади может, может, немного и недолго поднимает Юл. И вот тоже будут забирать. Афотик Шилд от Нонград и после байбэка здорово сыграл. Спасает сейчас Алексей своего керри. Но в целом ситуация это, конечно, не исправляет. 23 тысячи преимущественных Хелл Рейзер. Две линии они уничтожили и будут уходить в полном составе. Ненадолго, поверьте, ненадолго. Скоро вернутся по верхней линии. Скорее всего, ломать Тер-2. Ману восстановят. Просто совсем немного осталось почти у всех. Соберутся и пойдут по верху. Но пока все складывается как и предполагалось изначально. Ну вот смотришь на эти драфты и не веришь вправо абсолютно. Попытались спирит, что-то получалось, что-то не особо, но складывалось ощущение уже после пятитысячного преимущества, что Ашера отпустят это только в случае каких-то своих закидонов, которых они, конечно, в таком количестве просто не допустят. Минус инвокер 50 секунд не будет. Нонграта под атакой, но его убить сложнее. Ой-ой-ой-ой-ой, как же больно. Г-гейм. Ну, достаточно простая карта получилась. Долго мы ее ждали. Получили... Стоило, да, с антимагами там что-то страдать, чтобы потом победить так легко. Ну, слушай, давай так. В рамках этой лиги победу, которую добились команда Spirit в карте под номером 2, это целый поинт. Поэтому они это сделали, они молодцы. Это не чистая победа HellRaisers. Команда Spirit отобрала какое-то количество баллов, и это довольно важно для самих Spirit, хотя бы в том плане, что они завтрашний день будут подходить не с счетом 0-4, там, да, по сыгранным картам за сегодняшний день, а с тем, что у них хотя бы один поинт уже есть, и от этого можно отталкиваться, и дальше можно двигаться. В общем, молодцы HellRaisers, отличный ласт пик, алхимик, все линии выиграли, все получилось, браво, вроде как особо таких проблем не возникло, поэтому 2-1, заслуженная победа. Передаем слово аналитике, друзья, аналитика, потом еще будет пост-шоу, поэтому не разбегайтесь, впереди еще. Да, пост-шоу обязательно будет, адекват Мордалис, друзья, все три, best of three для вас сегодня комментировали. Я уверен, это сейчас, вот то, что сейчас произошло, это повод для мигрени у нашего звукорежиссера, ну, хотя я не эксперт в этом, поэтому, возможно, возможно, не минус уши, но надо чат смотреть, у нас там есть человек, который смотрит, я не этот человек. Ладно, в общем, последняя карта, не знаю, вот на мой взгляд, то, что здесь произошло, это настоящая классика, вот которая у нас тут в кулуарах постоянно воспроизводится. Последняя карта, когда уже минута, наверное, на пятой, все понятно, но они играют еще 20 с лишним минут, когда, казалось бы, просто надо все довести до логического завершения. Спасибо, что 28 минут, а не 48. В общем, сегодня Forza смотрелись лучше всех, вот как бы, то есть, если вспоминать их игры против спиритов, они их развалили быстро, красиво. Ашеры тоже молодцы, они их тоже развалили, но делали это немножко подольше, и вот за сегодняшний день я бы сказал, что Forza показали самую крутую доту, вот прям вот, в плане качества, контроля карты, давление по линиям, выигрыш линий, удержание преимущества, как бы это смешно не звучало, но в дне, когда играли спириты, Ашеры, ВП, да, Forza показали лучшую доту, это прям вау. Вы прям сразу, Дмитрий, к итогам дня, но давайте по карте сначала, наверное, Сереж. Ну, по карте, я не знаю. Знаю, вот я сегодня очень много идей предлагал в начале дня, да, которые можно было, и Дума этого вспомнить, опять же, вот очень круто, он всегда заходил, как бы он неплохо смотрелся, и вот этого Элдера Титана вспомнили, когда ты стоишь, ну, когда ты видишь под рафту, что на оффлайн придет два милишника, вот как он великолепно себя показал Элдера Титана, он просто их двоих гонял. Таких вот всяких разных идей, на самом деле, это отсылочку хочу сделать к тем спирит, что можно присмотреться, парни. Вот посмотрите, просто вот реплеи первой карты, третьей карты драфт свой, и вот второй карты, вот как вы играете. Вы просто сопоставьте эти драфты и сделайте какие-то выводы, и в какой плейстайл вам лучше всего играть, в какой у вас получается играть, в какой у вас, на какой плейстайл, на каких героев у вас, в принципе, основаны ваши игроки. Если у вас получается играть агрессивно, играйте агрессивно, не надо придумывать что-то вот этого лишнего и так далее. Чтобы не растягивать, давайте по моментам. Давай. Потому что день уже заканчивается, по сути, все сейчас только на нас держится, что там у вас момент. Давайте первый. Первый. Давайте первый. Что тут? Там вот момент вот того самого убийцы инвокера, который нашел пятерку, заряженный, он имел заряженный вес, он думал, ну сейчас я развалю. В итоге в решающий момент он даже не думал бежать за дизраптором, продолжил бить крипов, и в итоге вот так вот легко инвокер, квас вексовый, даже не осилил пятерку. Я просто подведу, к чему я это веду. Есть в игре алхимик, у него БКБ, Тараска, Кираса, там, Рейдинс, много чего полезного, и его нужно кому-то убить. Но обычно там кор борется против кора, то есть такое эпичное сражение, и тут медовый инвокер не осилил дизраптора пятерку, которую он нашел, и у него еще был заряженный вес. Селенок-то хватало, он же просто убежал. Ну, дав бы еще одну тычку, и все, это был бы минус персонаж. Ну, просто, наверное, решение неправильно принял, мне кажется. Ну, в общем, это я веду к тому, как вот это вот смотрелось. То есть, ну вот, вот, пожалуйста. То есть, вот он столько урона нанес пятерки. Да. Второй момент, давайте, что там было? Дальше, ну, нам понравился очень геймплей Сережи. Мы прям были вот покорены его геймплеем. То есть, вот. Ну, это как вот спириты, в принципе, дефают свою базу. Половина героев сказали, нет, мы в принципе дефать не будем, они убегают. А половина героев, они еще надеются, что будет какая-то помощь, но помощи нет. И после этого... Ты ощущаешь, это мясо вперед просто. Да. Толкаешь пушку. И даешь 3 секунды, 3 секунды, ну, 5 секунд, поформить своим кормом. И дальше вот, как бы, ребята бьют, в этот момент инвокер там, что-то крипскипает, но катапульта, естественно, стоит. И вот это... Причем на нее спамят сам инвокер. Да, и это вот вкратце, вот в этом вся суть пика Тин Спирит, что здесь 5 героев ничего не делает алхимику БКБ, поэтому они даже не пытаются драться, они просто отдают... Этот инвокер появляется из раза в раз. Я говорю, это уже не один чемпионат. Вот этот инвокер, я говорю, парни, ну, откажитесь. И вот он всегда заканчивает плюс-минус с одной и той же сборкой. У него есть там какие-то фейзы, какие-то стики там. И Вестл. И Вестл. Все, игра заканчивается на этом. Он дальше как бы не собирает никаких артефактов. Я не говорю, что там Иргон плохой игрок, я не говорю, что инвокер плохой герой, но я говорю, он под определенные ситуации заходит. Ну, не всегда. Потому что, ну, здесь он вообще никак не смотрелся. Я говорю, это и на мейджоре было у них, это и на миноре было у Тин Спирит одно и то же с этим инвокером. Я говорю, опять присмотритесь с драфтом. А так, ну, вообще по игре опять бесполезный член. Вот как он только нос на линии показывает, его убивают. У тебя просто линия стоит на халяву фармировки. Как и в первой серии у нас было. Ну да, на бумаге линия снизу, она ничего не может сделать ладер-титаном. В соло выносит Эабадона и Дума. Сверху очень такая неприятная линия Слардер-Дизраптор. Если каким-то образом чем оказывается рядом со Слардером или Лишрак, то, естественно, их просто убивают за комбу. Поэтому, ну, сверху ребята не очень хорошо стояли, могли получше, но в корне бы на ситуацию бы это, скорее всего, не повлияло, потому что легкая линия выиграна. И Алхимик на миде стоит и просто кайфует, потому что против него квас-вексовый инвокер, он фармит линию, фармит лес, фармит линию, фармит лес и квас-вексовый инвокер, ему ничего не может сделать. Обычные ситуации такие, что у тебя фланги приседают, но вот Алхимик, он такой, знаешь, твой вин-кондишн, когда ты вот этот герой, который на фарме, сейчас радиенсом выйдем, потом быстрый блокинбар и как-то закомбетчим, а когда у тебя еще и фланги доминируют очень жестко, и Алхимику никто не приходит на мидл, вообще никто ему что не делает, ни попытка ганга, он там стоит два брейсера, у него там тысяча с лишним хит-поинтов, и его инвокер, понятное дело, не убьет, тем более квас-векс инвокер, он просто ману только жечь может. Все. У тебя Алхимик перефармливает, сколько там по конец игры было, 23-24 тысячи против там ближайшего преследователя, по-моему, или Шрак, который 10 тысяч шел, понятное дело, ты такой Алхимика не выиграешь, плюс у тебя еще очень крутые герои, которые этому Алхимику будут помогать, у тебя еще парни, которые ему бафы дают, там и Солар-Кресты пошли, и Пайп очень круто заезжает против всего драфта команды Team Spirit, поэтому здесь, ну тут реально, если ты не выиграешь за первые, ну сколько это самая быстрая у нас игра была? 18 минут, 18-35, вот, если ты не выиграешь за 18-34, вот эту игру, это вот твой потолок, где ты можешь выиграть. Сергей Смайлов-Ревин, Дмитрий Лайт оф Хевен Куприянов, друзья, для вас анализировали эти три прошедших Best of 3 серии, меня зовут Дима, not in my house, ну а сейчас самое время передать слово людям, которые провели этот день чуть более бесполезно, чем все люди на планете, просто представьте, они сидели и все это время не делали абсолютно ничего, но может быть им есть что сказать, друзья, пост-шоу вашему вниманию предлагается.